Считается, что галактики нашей Вселенной связаны межгалактическими нитями плазмы, которые тянутся на сотни, тысячи и миллионы световых лет. А по ним туда-сюда передвигаются электроны со скоростью, близкой к световой. Теперь же прекрасным примером является скопление галактик Эйбл 0399 и 0401, находящиеся на расстоянии около миллиарда световых лет друг от друга. Они медленно сближаются и через непродолжительные по астрономическим меркам непременно столкнутся. Мы, к сожалению, до этого не доживем. Наши правнуки смогут наблюдать это событие только в очень хороший телескоп. А вот наши дальние потомки, надеемся, смогут слетать туда сами. Но вот что интересно, скопление гравитационно взаимодействует уже сейчас. Но, как выясняется, реальная картина происходящего этим не исчерпывается. Группе астрономов удалось в диапазоне в 140 МГц наблюдать соединяющее скопление излучающий объект. Вероятнее всего, нитевидное облако плазмы. Или может быть это просто новоотстроенная межпланетная магистраль для удобства? В любом случае, по современным представлениям, излучение с этой частотой возможно, если разогнать поток электронов до релятивистских скоростей, а затем приложить к нему какую-то силу, вероятнее всего, магнитное поле, заставляющее частицы менять направление и, соответственно, тратить энергию на излучение. Для того, чтобы подтвердить эту теорию, исследователи провели компьютерное моделирование, которое показало, что внутри магнитного поля электроны движутся крайне быстро и при этом испускают так называемое синхротронное излучение. Это электромагнитное излучение, испускаемо заряженными частицами, движущимися с релятивистскими скоростями по траекториям, искривленным магнитным полем. Оно и было зафиксировано радиотелескопом в виде радиовол. Это первое в истории наблюдения объекта такого рода, ставшее возможным благодаря чувствительному радиотелескопу LOFOR, станции которого на данный момент установлены в пяти европейских странах. Его проект предполагает создание интерферометрической решетки из радиотелескопов. Станция предназначена для астрономических наблюдений на низких радиочастотах от 10 до 240 МГц. Конечно, нужно больше времени, чтобы изучить этот радиосигнал более подробно и найти похожие сигналы между другими скоплениями галактик. В любом случае, теперь мы видим наяву, какие процессы предшествуют слиянию галактик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok